И поэтому мы живы! АПЛОДИСМЕНТЫ Единство – это большая сила! Давайте одними устами, одним сердцем прославим Господа! Давайте одними устами, одним сердцем призовем Его имя! Скажем, приди, Господь, в это служение! Мы хотим поклониться Тебе! Мы хотим воздать Тебе славу! Кто болен, мы хотим привести больных в молитве! Пусть они прикоснутся к Иисусу! Потому что от Него исходит сила! И исцеляют все! Аллилуйя! И Давид говорит, поднимите врата! Вверхи написано «Ваши!» Поднимитесь, и двери вечные, и войдет царь славы! Поднимите, откройте! Пусть войдет этот царь славы! Я прошу всех! Друзья, давайте откроем! Давайте поднимем наши врата! Давайте откроем наше сердце! Я прошу всех, молодежь, людей моего возраста, может, кто постарше, откройте ваши врата! Пусть он войдет! Давайте призовем имя Иисуса! Я просто призываю вас! Давайте будем едины сегодня! Давайте будем молиться, молимся! Аллилуйя тебе, Господь! Аллилуйя тебе, Господь! Аллилуйя! Да сконг ты славы! Аллилуйя! Мы все едины! Мы все, как один, открываем наши сердца! Ты Бог наш! Аллилуйя! Ты наш царь! Аллилуйя! Достоин Ты славы, достоин Ты славы. Прими хвалу, прими честь Господь. Поможи до служения, пусть придет благодать, пусть Господь придет Твое Слово. Аллилуйя, 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 открытые. О, Дух Божий, да будет Тебе слава, о, да будет Тебе слава. Аллилуйя, аллилуйя, достоин Ты славы. Благослови это служение, благослови всех. Да будет Твое имя прославлено в этот день. Аминь. Господь царствует в этот воскресный день. И кто верит, скажите Аминь. Если вы проснулись, у вас все нормально, Господь на троне. И даже если не стало вет в загоне, и карман пустой, и ничего не стало в кармане, может быть, Господь все равно царствует. Господь все равно царствует. Независимо от состояния нашего, независимо от настроения нашего, Господь царствует. И Он сегодня здесь. Повернись ему ближе, ему скажи, Господь сегодня здесь. Господь царствует. Господь великий славен. Аллилуйя. Господь есть наш победитель. Мы славим Его и величаем это утро для того, чтобы прославлено было только имя Иисуса. Я хочу сказать, что славословие и каждая песня, она принадлежит только Царю и Господу. Вы знаете, возможно, люди ожидают, чтобы им нравилась песня. Но я хочу попросить извинения, что ни группа прославления, ни музыканты, никто не в зале не поет друг другу песни. Эти песни не принадлежат вам. Эти песни принадлежат Господу. Поэтому, если тебе даже и не будет нравиться эта песня, это не тебе, это Господу. Я не хочу разочаровать тебя. Пой Господу сегодня. Славь Его. Вы знаете, каждый день в нашей жизни дан выбор, чтобы ты выбирал. И когда ты смотришь в Писание, Писание дает мужам выбор. Вы знаете, ангелы, они поклоняются, у них нет выбора. Они говорят, свят, свят, Господь цовол. Так сотворил Господь ангелов. Но тебя сотворил, чтобы ты имел выбор, чтобы ты знал, что делать, чтобы ты знал, как поклоняться. Там твое время поклонения. Ты выбираешь время для того, чтобы поклоняться Господу. И сегодня время, когда мы поклоняемся. Я сделал выбор. И я буду поклоняться моему Господу. Я сделал выбор. Я буду славить моего Господа. Как насчет тебя? Готов сегодня славить Господа. Я хочу, чтобы ты поднимал сегодня руки. Я хочу, чтобы ты сегодня преклонялся перед Господом Я хочу, чтобы ты сегодня пел Твои уста открывались Для того, чтобы славить Господа Бог достоин славы Я знаю, что мой Бог, которому я служу И твой Бог, которому ты служишь Он достоин самой великой славы Самой лучшей славы Воскликни, Господь достоин славы Аллюлуйя Я буду воспевать славу Я сделал выбор Пожалуйста, будьте сегодня энергичными Я буду славить Бога Я сделал выбор Я буду славить Богу моего, я буду славить и величать Его. Бой Бог для Тебе, без славы, для Тебя самая лучшая песня, Бой Бог, а героя, ты вели, ты вели. Я сделал выбор, и я не отступлю. Я сделал выбор, и назад не победу. Я сделал выбор, и сроком я твоего. Я знаю, победа придет во Своем. Я сделал выбор, и я не отступлю. Я сделал выбор, и назад не победу. Я сделаю выбор, и над Бога Своего. Я знаю, победа придет во Своем. Иисус, Царь, Царя Иисус, Сын Его, Иисус. Вели, 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 Иисус. За Царей Иисус, Сын Его, Иисус. Вели, 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 Вели. Я сделал выбор, и я буду наступать. Я сделал выбор, и я буду воевать. 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 Вели, 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 Вели. Иисус, Царь, Царя Иисус, Сын Его, Иисус. Аплодисменты Иисус, царь, царь, Иисус, сильный Бог, Иисус, Иисус, царь, Иисус, сильный Бог, Иисус, Иисус, сильный Бог, 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 иисус, сильный Бог От неба и на земле, Ему слава и честь вовеки, Слава именем твоего. Кто, как наш Господь, святый чуден, Кто, как наш Господь, так великий славен, Кто, как наш Господь, он достоин, Он достоин славен. В веке веков, кто, как наш Господь, святый чуден, Кто, как наш Господь, так великий славен, Кто, как наш Господь, он достоин, Он достоин славы в веке веков. В веке веков, кто, как наш Господь, Достоин славы в веки, В веке веков, кто, как наш Господь, Достоин славы в веке веков. Кто, как наш Господь, кто, как наш Господь, святый чуден, святый чуден, Кто, как наш Господь, так великий славен, Кто, как наш Господь, он достоин, Достоин славы в веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веки, В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. В веков, кто, как наш Господь, достоин славы в веков. И царство введет, о леди, о леди, о леди, Силе Твоё, Твоё имя, Твоё моё звук, О свято, свято, свято имя Твоё. Свято Твоё имя, 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 И царство введет, о леди, 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 о леди Субтитры создавал DimaTorzok 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 И свят, поклоняемся Тебе, свят, свят, иди, свят, свят, иди, свят, иди, свят. И свят, поклоняемся Тебе, свят, 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 иди, свят, иди, свят. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 и а а Аллилуйя, Аллилуйя! Господь, Аллилуйя! Соси на Тебя за свет! За свет, что Ты посетил народ Твой свыше. Ты посещаешь нас в это утро. Аллилуйя! Ты перевязываешь раны! Ты перевязываешь раны, Дух Святой! Ты перевязываешь раны, Господь! Ты риск, что Ты сегодня исляешь сокращенное сердце. О, Дух Святой! Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, Дух Святой, Благодарю Тебя за слово знания, которое приходит в мой Дух сейчас, Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Господь, Другой Дух Святой, Ты открываешь, что здесь есть сестра, женщина, у которой, Господь, у которой проблема, Господь, В этом месте, Господь, была большая боль, Господь, дыхание не было хорошее, Господь, человек мучился и переживал, и во время поклонения, Господь, Ты показал, что рука Твоя пришла, Аллилуйя, Ты исцеляешь, Господь, и говоришь, иди, чада, с миром, Аллилуйя, иди, чада, с миром, благодарю Тебя, Господь, Боже, я благодарю Тебя, что в грубе прославления, Господь, у кого-то болела поясница, Господь, Но Твоя сила пришла, Господь, и исцелила, Аллилуйя, спасибо Тебе, Дух Святой, у кого-то была проблема с правым ухом, Господь, человек плохо слышал, Господь, но Ты лишь и открываю ухо, Аллилуйя, во имя Иисуса, во имя Христа Иисуса, Господь, у кого-то было плохое зрение, Господь, и человек плохо даже читал Библию, ничего не видел, прямо сейчас Твоя рука, Аллилуйя, Господь, благодарю Тебя, Господь, что ходит в пелена, Господь помазал, Твои глаза глазной мазью, чтобы Ты видел Слово, и там понял Божьи тайны и Божью истину, спасибо Тебе, Дух Святой, это утро исцеления, это утро исцеления Твое, солнце правды взошло над нами, и исцеление в лучах Твоих, спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе, Дух Святой, Аллилуйя, 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 у кого-то исцеляется новый, Господь, это милость Твоя, Аллилуйя, 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 Господь, Абоочу, у кого-то было горло, проблема, Господь, и Ты исцеляешь горло, Аллилуйя, О, Господь, это Ты, это Ты, великий, прекрасный Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Я попросил церковь, поднимите руки к Невску Господу А воочию, это не человек, но это Бог-Сцелитель Подними руки своих престолов благодать От Него сейчас ожидая Господь Во имя Иисуса Христа Мы просим Тебя, просим за больные места За болезни людей Ибо Ты взял немощи и болезни И ранами исцелили О, Дух Святой, прямо сейчас Исцели своих людей Постанови, постанови, Господь Постанови сила и благость Постанови, Дух Святой Аллилуйя, 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 Господь О, постанови всех людей Чтоб люди получали Тебя Исцеление Своя душа, души и тела И были свободны Чтоб мы служили Тебе Служили ближним Благодарим 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 Тебя Прекрасный, чудесный Бог Саль-Салима О, шадала-ла О, лагадала, Валабашанта О, ла-ла-ла-ла-ла Хог, здорово Аллилуйя, Холей, Холи Холи, спир Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Которые привели к Иисусу И через свои грехи и недостатки бросить, осуждая другого человека Не смелился никто И тогда Иисус поднимает свои глаза И не говоря длинных слов морали и нравственности А просто говорит женщине Иди, я не осуждаю тебя Друзья, я может быть кому-то хочу сказать Озвучить эти слова Иисуса Пусть они обретут сейчас Помазание и силу Духа Святого Друг мой, иди Иисус не осаждает тебя Аллилуйя Иди Аллилуйя Друзья, я подниму сейчас пару слов Из глубины моего сердца Скоро три года Уже три года, как я В этой церкви И как приехал в Америку И вошел сразу в эту церковь Друзья, я ни разу не слышал Чтобы кто-либо из вас Что-нибудь плохое сказал обо мне Где-то что-то сказал Друзья, я просто благодарю Господа Что вы не имеете осуждения Клеветы, зависти Я знаю, что это из-за Иисуса Я хочу воздать Богу славу И пусть, я знаю, дьяволу не нравятся эти слова Пусть он будет поражен во имя Иисуса Пусть навсегда Никакая злоба Никакой зависти, клеветы Не будет в церкви Потому что эта церковь Пробуждение 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 И эти вещи, которые я только что говорил Совсем Совсем противоположные Поэтому я хочу воздать славу Я знаю, что мы стали близки Из-за крови Иисуса И я Я никогда не думал, что я буду знать вас Видеть вас И иметь хорошее отношение с вами Я знаю, что это из-за Иисуса И вы знаете Бог еще мне дал Хорошего человека Это мой друг Эрлин Никогда не думал, что Буду с ним Как друзья Знаете, в 42 года иметь друга Это замечательно Это так, знаете, сильно Поэтому Он хочет пару слов сказать Он сегодня Гасит в нашей семье И мы просто благословляем Он пастор церкви В город Брэнде В Дании Пусть Господь благословит Он хочет несколько слов сказать Добро пожаловать Эрлин В церковь Пробуждения Слава Богу Халлелуя Я приветствую вас с именем Господа нашего Иисуса Христа И я надеюсь быть здесь Скоро и увидеть вас Может вы помните Я был где-то год назад здесь 12 лет назад я познакомился С Павлом и Надей В Беларуси И они были моими Очень хорошими друзьями Все эти годы Но когда они переехали в США И когда в прошлом году Я был в Нью-Йорке Я сказал себе Я не могу быть в Америке И не найдя Павла и Надя И нашел я их в прошлом году И в этом году опять же Я приехал в Нью-Йорк И позвонил Павлу и сказал Я приезжаю в Штаты И я хочу вас увидеть Когда я буду здесь Я очень рад был здесь И быть в этой церкви И я чувствую себя здесь дома И прийти в такое собрание И такое прославление Это милость Это благодать Божия И хочу вам сказать Что вы благословены Что у вас есть такое место И приходить в Божие присутствие И когда я дома в Денмарке Я говорю моим людям Это не то, что мы просто делаем в служении И потом мы идем Но это время Но это время Когда мы служим Господу Это время Когда мы касаемся Сердца Открываются Потому что Господь Ничего не может сделать Когда люди Прикасаются Его сердце Оно открыто И Он изливает Из лес И когда мы поклонялись Господу Я подумал Об Израиле Когда они были в пустыне Они согрешили против Господа Они много раз согрешали Но один из разных Когда они согрешили Змеи пришли И они начали Кусать Израильтяна И те начали заболевать И умирать И Господь проговорил Моисею Сделай змею И подними его высоко И знаете, что это символ Иисуса И Моисе это сделал И он сказал людям Поднимите ваши глаза И когда вы будете смотреть на этого змея Вы будете спасены Вы будете исцелены И это И когда мы приходим здесь вместе Прославление Мы поднимаем наши глаза Кистосу И Израиль Они думали Когда были змеи вокруг них Я не могу поднять глаза Я должен следить за змеями Я должен следить за змеями Иначе они меня укусят Но понимаете Они послушали Слово Моисея И они подняли свои глаза И когда они подняли свои глаза Сила Божья Пришла в их жизнь Спасение пришло Исцеление пришло И очень часто так в наших жизнях Господь говорит, чтобы каждый день мы поднимали наши глаза Но иногда бывает это сложно Но оно помогает нам, когда мы воскресенье приходим и прославляем Когда у нас есть чудесная группа людей, которые прославляют Господа и ведут нас в прославление И даже в такое время бывает сложно Когда у нас проблемы в нашей жизни Это может быть болезни И мы думаем, о, мы должны заботиться об этих вещах, об этих делах Чтобы они нас не побеспокоили Но Господь говорит Поднимите ваши глаза И поверьте мне Что моя сила пришла Исцеление И спасение И все будет отлично Это наш Бог Аллилуйя Аллилуйя И я привожу вам приветствия с Денмарка И даже с Белоруссией Я только там был две недели назад Пусть Господь вас благословит Господь, я благодарю Тебя за эту церковь Я Тебя благодарю за моих братьев и сестер И я прошу Твое благословение добыть на них Пусть Твой Дух будет на них И будь с ними Всегда И пусть будет свет здесь В Сакраменто И пусть Твое Царство растет И распределяется отсюда В Име Иисуса И все сказали Аминь Аллилуйя Аллилуйя Пусть Господь благословит Мир Божий вам, братья и сестры Прекрасное время одаровал для нас Господь Не только утром Но я хочу подчеркнуть и вечером Который еще не настал Но Бог что-то уже особенное приготовил Для меня и для тебя Если ты не придешь в вечернее время служения Однозначно ты многое потеряешь Поэтому, чтобы не потерять, надо прийти И брат наш, который только что был передо мной Он будет делиться словом Мы будем молиться, чтобы Господь обильно благословил И использовал его, чтобы это слово Оно достигло цели, которую Бог приготовил для нас Сейчас есть благословенное время Я хочу напомнить одно место из Слова Божия Это Иоанна Иоанна В 14 главе, в 3 стихе Там говорятся такие слова Христос говорит эти слова Что я пойду Я приготовлю вам место Я опять приду и заберу вас к себе Чтобы где я, там были и вы Я сразу переводил С украинского на русский Для тех, кто не понимает И я хотел бы подчеркнуть Здесь Христос говорит Вам, вас, вы О ком это Он говорит? Как вы думаете? О ком это Он говорит? Вы не поняли, наверное Я пойду и я приготовлю вам Я приду и заберу вас Чтобы там, где я, там были и вы О ком это говорится? О нас, братья и сестры Вы уверены в этом или нет? Зачем тогда нам вообще приходить на это место? Если нет у нас уверенности в спасение Нам нужно немедленно делать покаяние Но мы уверены, что Господь просил нас Он омыл нас Имея спасенные дети Божьи И апостол Павел говорит, что наше жительство где? В городе Сакраменто, правда? Прекрасный город, но есть еще лучшие города Наше жительство на небесах Он был в этом уверен на все сто процентов Откуда, говорит, ожидаем мы Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа? Будем всегда помнить, что наше постоянное место Оно на небесах Оттуда мы ожидаем Господа Там все прекрасно Он позаботился о всем Не нужно будет снимать рент Вы представляете? Не нужно покупать дома Не будет нужды в риэлтерах И вообще не надо будет работать Какое прекрасное бластное время Все, что мы будем делать Это славить и благодарить Господа За все, что Он сделал для нас Это действительно рай Это вот то, для чего Господь сотворил человека Чтобы он жил И Бог имел там общение с ним Но вы знаете, почему все так произошло И то, что мы имеем Это результат грехопадения человека Но благодарение Господу Есть надежда Есть избавление И Он сказал Когда все будет готово Я приду в свое время И я заберу вас к себе Аминь, аллилуйя И мы благодарны за это Господу Это не просто религия Это не просто пустые слова Это и живая вера Иногда люди говорят, что церковь Это для того, чтобы только выбывать из карманов Деньги у людей Это неправда Действительно, есть много религий Действительно, так многие делают Но мы так не делаем Мы не просто говорим, что нужно давать Нужно жертвовать Но мы это делаем, потому что иначе мы не можем Это и счастье нашего служения И поклонения нашему Богу Нашему Господу Иисусу Христу И есть система, которая Есть в Библии, которая оставлена Господом В этой десятины приношения И именно через эту материальную систему Мы имеем благословение в нашей жизни Господу, поверьте, наши деньги не нужны В прямом смысле этого слова Мы не выписываем чек на имя Бога Деньги туда Ему не поступают Там ремонт Его трону Серафиме и Хрувиме не делают Там не нужны они, понимаете? Эти деньги нужны для кого? Для нас Чтобы мы могли прийти в Дом Божий Чтобы всегда была пища в Доме Божьем Чтобы все было убрано Чтобы работали кондиционеры Чтобы были заплачены деньги И так дальше за дом Вы понимаете? И если не мы это сделаем То кто это сделает? Это мы делаем для себя Для детей наших И когда мы это делаем В имя Господа Бог благословляет нас Этим мы расширяем Царство Божие Мы послаем миссионеров И мы сеем И обязательно придет жатва И благословение Божие В нашу жизнь и в нашу семью Поэтому я попрошу Ашеру пройти вперед Мы будем молиться Мы будем давать наши десятины Наши пожертвования И приношения Во имя Господа Иисуса Христа Из искренности нашего сердца Не потому что кто-то заставляет меня Не делайте это Не бросайте даже доллара Если кто-то принуждает вас И вы так не хотят Хотите вытянуть и дать Не давайте это Потому что благословение не придет в вашу жизнь Но если есть такое искреннее желание Даже доллар Десять, двадцать Стопская бабла Савит Ибо то постоянное Оно взросет И принесет плод В тридцать, шестьдесят И во сто крат Аминь Мы останніше будем молиться Дорогий Господь Стоячи перед обличчям Твоим Мы заносим Тоби молитву нашу Хвали и подяки Святому Твоему имени За все Твои добротства За милосердя За те, что Ти пішов Приготовить место для нас И когда все будет готовить Прийдешь, чтобы забрати нас до себе Чтобы там, где Ти Перебывали и мы с Тобой Дякуем Тоби, Господь За те, что Ти подбал про нашу минуле За те, что Ти дбаешь в нашу теперішньому житті И за те, что Ти подбал про наше майбутнє життя И наше життя на небесах Звідки мы очікуемо Тебе? Господа нашого и Спасителя Иисуса Христа И мы бажаем сьогодні З глубины нашего сердца Відширости и вдячности Тоби, Господь За все те, что Ти сделал для нас Пожертвовать на Дело Твое На Дім Твоей, Господь, ці кошти А Ти благослови кожного Господь, нехай благодати З народом Твоим Щоби мали працю, щоби мали успіх Щоби мали благослови в сім'ях Щоби був матеріальний достаток Захист і охорона Твоя Материальному нашому житті Ми все запросим в ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа А все очі для Твоєї слави Амінь 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 он воистину великами и это наше привилегия сегодня быть его доме поклоняться ему величать его потому что достоин славы что великий господь и какое счастлив и вы вместе со мной я или я вместе с вами то что мы знаем живого блога у нас есть настоящие с ним у нас есть будущее также с ним и она прекрасно как говорил виктор она еще лучше чем сейчас много раз случилось даже не сравнивается и когда-то павел увидел сказал что не хватает мне словами хватает языка вы моего чтобы описать то что ожидает нас это то что вдохновляет меня сегодня вас правда же он великий бог и слава ему за это и я хочу чтобы вы все открылись вместе со мной его ряд луки и вы просуждали на одну тему и думаю здесь записано очень известная история одном очень известном человеке хотя бы был маленький человек не по своему положению но по своему росту я думаю уже знаете ком сейчас буду читать и будем говорить вместе с вами но его имя есть на страницах его ли его ли от луки и когда я думал о том о чем говорить я всегда нуждаюсь или в каком-то ну конкретном слове божий хотя бы какой-то подсказки от боя господи о чем ты хотел бы чтобы чтобы учить о чем чтобы говорить и бог мне дал короткое слово которое хотел бы сегодня вместе с вами не камни его рассуждали им получить божье благословение и так его не от луки это 19 глава я не читаю всю историю я читаю 5 стих который является как бы ключевом стих ключевым стихом для нашего рассуждения иисус когда пришел на это место за ну увидев его сказал ему закей сойди скорее ибо сегодня надо на мне быть у тебя доме ибо сегодня надо на мне быть у тебя в доме и вот эту слова им эту фразу господь проговорил моем сердце и это самые важные слова наверно в жизни который мог услышать захей я думаю что он был не совсем молодым человеком слышу много разных слов но думаю это самое важное что он услышал своем сердце и своем своим уши и когда мы почитали бы эту историю может быть чуть даже некоторые главы выше мы увидели что это было последнее путешествие иисуса христа в иерусалим и когда он пришел в иерусалим для того чтобы совершить свое дело спасение человечества он проходил через год ерихон и ерихон это был богатым городом сейчас это небольшой город и не очень такого хорошей репутации славы хотя была разная слава репутации в этого города и мы они встречаем еще ветхом завете помните когда впервые мы не встречаем когда иисус нами завоевывал то город но во времена иисуса он был еще процветающим городом там очень хорошо шел бизнес и для тех кто работал налоговой позиции у них было чем заниматься потому что там очень хорошо шел бизнес и в этом городе был богатый город он был возле недалеко от речки иордан и он как бы был на перекрестке очень важный дорог и даже некоторые переправы через иордан они тоже находились возле этого города и поэтому это обеспечивало процветание этому городу по крайней мере на то время и вот в этом городе через который должен пройти иисус жил один человек который мы уже говорили звали его захей я недолго хочу ставиться на его предисториях и то что библии так много ним говорит но многие вещи нам о нем известны мы знаем что он был богатым человеком и он много добил своей жизни потому что он не только стал просто сбор сборщиком налогов но был начальником у сборщиков налогов и он был богатый человек не было богатое имение и мы знаем также то что он был евреем он был искал бы из народа божьего он был религиозным человеком и он даже знал закон потому что помните когда иисус коснулся его сердца он знал что нужно ему сделать по закону и как закон квалифицирует его действия которые он делал и он понимал что ему нужно воздать это четверо некоторые вещи даже пятеро это будет о том что он знал закон и он также что мы о нем знаем что он что-то а может даже много слышал и знал в иисусе это то почему заставила войти искать это встречи с ним и он это сделал самом деле но у него была одна серьезная проблема хотя было много проблем конечно в жизни но одна из которых мы знаем из библии он был мытарем хоть бы начальником сутки был мытарем а вот мытарем это было очень такая как бы не то что непрестижно она была пренебрегаемая позиция или должность народе израильском потому что в это время и и римляне они оккупировали всю ту территорию том числе палестину и они заставляли чтобы каждый народ они платили налоги его задача мытари было в том чтобы соблюдать собирать это налоги и как это делали римляне они давали определенную какую-то таксу сказать с этого района вот вот такая сумма должна быть собрана а дальше уже дело было дело мытаре как эту сумму собрать если собирали лишнюю то это и шло уже легких их не личный карман кстати как так они постоянно делали это основе из нас причин не только потому что они считались предателями но потому что они брали лишние для своего личного обогащения и поэтому у него была как бы эта причина почему он был в чем-то был ущемлен он был они как бы пренебрегаем и считался изменником и предателем со своего народа но что очень важное и что очень важно было сыграло огромную роль его судьбе то что он что-то знал иисусе и что очень важно хотел его видеть и что очень также очень важной и мы когда читаем эту историю мы видим что у него когда у него зли какие-то препятствия когда-то было много людей когда у него маленький росту когда бы другие проблемы ничто не становило его он сделал все то что от него зависело чтобы увидеть иисуса и он не посчитал за позор или стыдно вылезти и будучи известным человеком вылезти на дерево только для единственной целью чтобы увидеть иисуса и что происходит дальше когда иисус подходит к этому месту он говорит эти слова которые мы вместе с вами прочитали уже такие слова захей сойди скорее ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме вы знаете что иисус часто бывал в разных домах и мы читаем библию я даже некоторые места вспоминал своей памяти и вы наверно многие из них даже сейчас помните он был очень многих домах вообще иисус ушел кругом куда только его приглашаем иascущая проблемы но также умерла дочь какого то умерслуга кота случаются другие проблемы и когда его звали я не нашёл ни одного раза этого случае чтобы постка я и пойду он каждый раз и шел куда его приглашали хотя и приглашали разные люди и прошая те люди которые просто пришли потому что не потому что ники были кита проблемы они прошали потому что иисус был просто популярной личностью, с ним было, может быть, ему был интересный собеседник, им было интересно с ним подискусировать, он был известный, учитель и так дальше. И многие люди, даже особенно известные и богатые, знаменитые люди, они приглашали Иисуса в свой дом. Кстати, Иисус и туда приходил, в тот дом. Но что интересно, кругом, куда приходил Иисус, там что-то происходило. Аминь. Сюда, куда он приступал порог, его нога, там что-то происходило. Там истрелялись, там освобождались, там получили освобождение. Потому что, куда приходит Иисус, туда приходят благословения. И я знаю, что сегодня он пришел в этот дом. И его присутствие здесь реально для каждого из нас. Я благодарю за это. И не можно поиначе. Если Иисус приходит, туда приходят его благословения. Куда приходят его, приходят его перемены. Приходят его присутствие и приходят его благодать. Но здесь, вы знаете, что-то необычное происходит. Происло в этой короткой беседе. Необычное то, что Иисус не ждал, чтобы его позвали в гости. Но он подходит, даже не подходит, он только подошел к этому месту и обращается к Захею. Кстати, обращается его прямо по имени, зная его. Он говорит, Захей, сойди скорее, ибо сегодня надобно никому, Захею или Иисусу. Он сказал, Иисус, мне быть в твоем доме. Если бы сегодня я подошел к кому-то к вам или к другим братьям после служения и сказал бы похожие слова, вы бы, наверное, немножко удивились, по крайней мере, правда же? Сказали, какие у меня проблемы, наверное. Или что-то рассказали этому человеку обо мне, нехорошее, или еще что-то. Ну, наверное, какие-то у вас возникли разные мысли. Я не знаю, что подумал Захей, но Иисус очень необычно. Он не ждал, пока его Захей приносит в гости. Он сказал, Захей, мне нужно быть у тебя в доме. И мы не задумываемся, что нужно было Иисусу в доме Захея. Может, он был голоден, как вы думаете? Он хотел покушать где-то, или вот ему нужно было кровь, где переночевать. И хотя Иисус был в теле, он нуждался в заботе, он нуждался в пище. И мы находим много мест, когда действительно он испытывал голод. И вы помните, одна из таких историй, когда они шли, и они шли через территорию Самарии, и там он и его ученики, они испытывали голод. Это не единственный случай. Вы помните, когда они шли, даже рвали колосья и кушали, потому что они были голодные. Иисус кушал то же самое, что кушали ученики. Он часто был голоден. И он знает, что такое голод? Это то, что мы сегодня вы сами не знаем. Кто-то знает, что такое голод в настоящее время? Я, наверное, думаю, что нет. Может быть, если мы не раз не покушаем, разве что, это может быть... Я говорю, я голоден, да, домой приходим. Но это не то, что на самом деле называется быть голодным. И вы помните, когда Иисус сидел с этой женщиной, и ученики пошли искать пищу. И когда они пришли, и принесли его пищу, они сказали такие слова. Это записано в Вале от Иоанна, 4 глава, 31 стих. Написано такие слова. «Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, разве кто принес ему есть? Иисус говорит ему, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Это то, я думаю, что двигало Иисусом. Это то, что двигало его в беседе с Самарянкой. Это то, почему Иисус, я бы так сказал, напросился быть в доме Захея. Не потому, что он нуждался, чтобы кто-то ему послужил. Хотя он нуждался, но он этого не искал. Но он искал, чтобы послужить этому человеку. Потому что он желал исполнить волю своего Отца. Это то, ради чего он пришел на эту землю. И он предлагает себя, видя его ситуацию, его проблему, чтобы быть в его доме. И когда мы встречаем это слово «дом» в Библии, в Новом или Ветхом Завете, и когда Иисус сказал эти слова «мне нужно быть в твоем доме», его не столько интересовало его дом, как здание, стены и крыша, и часто, когда Библия говорит о доме, она говорит часто о нашей семье, или о нашей душе, или, может, о церкви, или на какой-то атмосфере, то, что подразумевается под этим словом «дом». И когда Иисус сказал «мне нужно быть в доме», он имел в виду именно это. Его не интересовало это строение, но интересовала жизнь Захея и его душа. И сегодня я бы хотел просто сказать или задать такой первый вопрос. Знаете, у меня очень много вопросов, которые я задавал себе лично, и которые я хотел сегодня повзорить для всех нас. Есть ли Иисус в твоем доме? Это первый вопрос, очень важный вопрос, который я хочу, чтобы каждый из нас сегодня дал ответ. Есть ли Иисус в твоем и моем доме? Потому что Иисус, когда увидел Захея, он понял, что у него не только проблема в том, что он мытарь, но самая большая проблема у жизни Захея в том, что Иисуса нет в его жизни и его доме. От этого все проблемы. И поэтому первый вопрос, есть ли Иисус в твоем и моем доме? И второй, который, может, из этого вытекает, как я могу определить, как вы можете знать, есть ли Иисус в вашем доме? И, я думаю, очень простые правила, как можем проверить, то, как мы поступаем дома, как мы говорим, что мы делаем. Иногда я знаю, что многие люди, и никто в этом, наверное, не является исключением, иногда так разговаривают дома, так ведут, так, чтобы не хотел никто, чтобы это видел, кто-то знал, особенно кто-то из служителей церкви, особенно из каких-то посторонних людей. И если мы так ведем себя, если мы так разговариваем в нашем доме, как вы думаете, о чем это говорит? Вытекает о том, что Иисус есть в нашем доме. Вы знаете, что мы в доме из тех, кто мы есть на самом деле. Мы можем, извините за такое слово, мы можем на два часа притвориться. Но такое слово может быть не очень красивое. Мы можем на три часа притвориться, когда мы приходим в церковь или какое-то другое общество. Мы можем вести себя красиво, мы можем вести себя интеллигентно, достойно. Мы можем вежливо разговаривать с женой, с детьми и так дальше. И мы можем на какие-то несколько часов играть красивую и правильную роль. Но играть это все время, это невозможно. Поэтому мы в доме из тех, кто мы есть на самом деле. И в доме мы есть настоящие. Вы согласны с этим? И наши дети, они видят нас настоящими. Наши жены видят нас, мужей, настоящими. И мужья, жены, детей, они видят настоящие, какие мы есть на самом деле. И поэтому очень просто, когда мы просто сделаем анализ нашей жизни, наше поведение, наши разговоры, нашего быта, мы можем действительно узнать, кто мы есть на самом деле. Потому что есть одна проблема. То, что, может быть, мы верующие люди только в воскресенье, только утром и только в церкви. А все остальное время мы совсем другие. И, может быть, многие люди, которые знают нас, увидев нас в другом месте, они, может быть, даже нас не совсем бы узнали. Слышат, что мы делаем, где мы бываем, чем мы занимаемся, о чем мы говорим, они, может быть, задают вопросы. Это тот же самый человек, который я видел вчера в церкви. И это говорит о том, что у нас есть также проблема. И сегодня я хочу наперед сказать, что издать, как бы, хорошую новую, с самого начала. Иисус есть в решении этой проблемы. И потому что, когда Иисус приходит в твой дом, или в мой дом, мою, или в твою семью, туда приходят перемены. И Он это хочет сделать сегодня. Но сегодня вопрос в том, желаю ли я этого. Хочу ли я, чтобы Он действительно вошел в мой дом. Я знаю, что часто, может быть, наши дети, они не настоящие христиане. Или, может, они вообще не в церкви. Только по той причине, что мы разные в доме и в церкви. И они видят нас в церкви, когда мы поднимаем руки. Они видят, когда мы говорим «Слава Богу! Аллилуйя!». Но когда они приходят домой, они видят нас совсем в другом свете. И они понимают, что мы в доме, мы есть настоящие. И они понимают, что это есть в самом деле лицемерие. И, может быть, они не хотят быть похожи на нас. И мы и сами, того, может быть, не всегда понимая, мы родители, может быть, основной причиной, почему наши дети не с Господом. Это самая большая проблема может быть в жизни наших детей, если мы, их родители, не являемся должным светом и примером для их жизни. Поэтому сегодня, задавая много вопросов, я хочу, чтобы, может, не вслух, но каждый из нас, слушая эти вопросы, мы давали ответ, прежде всего, для себя и перед Господом. Потому что, если наши дети, они не видят нас в доме, когда мы читаем Библию, когда мы молимся, когда поклоняемся Богу, они видят дисбаланс в нашей жизни. Они видят контраст между тем, что мы говорим в доме и то, что мы делаем в церкви. Я знаю, что даже когда мы приходим в любой дом, я не знаю, насколько вы это делали, когда вы просто приходите в дом ваших знакомых или ваших друзей, и что Слово Божие рекомендует делать, когда мы приходим в дом? Мы говорим, какие слова? Мир, дом, у сему. Вы знаете, я не знаю, ну, наверное, вы так же самое делаете, как и я, но я всегда как-то, не то, что я как-то особо внимательный, но в какой-то степени даже как-то уже автоматически, придя в какой-то четвертом дом, даже сказать эти слова, я в какой-то степени, как и вы, наверное, ощущаю, насколько, какая атмосфера в этом доме. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это Слово Божие говорит. Когда мы говорим эти слова, то мир Божий, он почивает на этом доме, но не всегда, правда же? Когда это происходит? Тогда есть в этом доме люди, достойные принять это благословение. Но если нет людей, достойных принять это благословение, что происходит? Словами этого приветствия эти слова возвращаются назад. И мы ощущаем, что, наверное, почему-то здесь нет мира в этом доме, или Иисус не живет в этом доме, или есть какие-то проблемы. И я знаю, что, помните, когда-то Иисус просто пришел в один дом, это было в городе Капернаум. И есть такие слова написаны, это Иван Марко, вторая глава, первый стих. И стало слышно, что Он в доме. Вы знаете, когда Иисус реально в нашем доме, когда живет Он в нашем доме, об этом будут знать наши дети, об этом будут наши соседи знать, об этом будут наши друзья знать. И каждый даже человек, который приступит порог вашего дома, который войдет в ваш дом, он будет знать, что Иисус в этом доме. Вы согласны с этим? Вы скажете, аминь. И потому что это действительно так. И я знаю, что то, чем мы заполняем наш дом, то, что мы приносим, тот, кто живет в этом доме. И проблема не в стенах, не в крыше, не в штукатурке, не в шитрике, не в малярке, но проблема в том, кто живет в этом доме. И то, что мы приносим в этот дом, это определяет атмосферу этого дома. Я знаю, что мы стараемся за наш дом, за наш быт, и мы многие вещи как бы стараемся обустроить в нашей жизни. И мы стараемся, чтобы все было в нашем доме. Но я знаю, и вы, кстати, наверное, тоже соглашаетесь, что материальные блага, они не всегда приносят счастье в наш дом. Но даже сейчас, когда мы, может быть, слишком заботимся только о материальной части, пренебрегая духовными вещами, это называется просто даже грехом, это называется стяжание. Когда мы хотим больше и больше, больше и больше, больше дом, больше и менее, больше всяких вещей, нужных и ненужных, то это слово Божие называют грехом, это то, что называется стяжание. И этим часто, и если мы именно этому посвящаем больше всего времени и внимания, то именно это является нашим Богом, нашим идолом, то, чему мы посвящаем на наше время, наше внимание, и то, что причиняет проблемы нашей жизни. И я знаю, что на нас, мужьях, отцах, это самая большая ответственность, это наша привилегия, наша власть и наше право пригласить Иисуса в наш дом, чтобы Он имел полное и законное право не только там присутствовать, но быть господином нашего дома, быть царем нашего маленького царства, который является наш дом. И это наша ответственность, и если вы это не сделали, то я хочу сегодня, когда будем молиться, чтобы мы, по этой молитве, могли это сделать, сказать, Господь, я хочу, чтобы ты был в моем доме, я хочу, чтобы ты был в моей семье, я хочу, чтобы ты был настоящим Богом, настоящим царем этого маленького царства, которое называется мой дом. И я знаю, что это всегда приносит благословение. Я знаю, что еще одним из признаков Божьего присутствия в нашем доме, это является порядок. И прежде всего, любой порядок, конечно. Ну, и даже как у нас порядок в доме, это тоже о чем-то много говорит. Но особенно Бог обращает внимание о порядок устройства нашей семьи. И Бог определил свой порядок устройства семьи. Он подсказал, есть муж, а кто потом идет? Жена, а потом? Вы, наверное, не знаете, наверное, да? А как же вы туда семью устрояетесь, вы не знаете? Значит, кто ты? Муж, жена, дети. Кто-то, кто устроился порядок? Это Бог. И там, где Бог, там, где порядок, там есть Бог. Потому что Бог есть, Бог устройства, и Бог порядка. И если нет этого порядка, возникает вопрос, а есть ли действительно Иисус в вашем доме? Но вы знаете, я не все сказал об этом порядке. Потому что он начинается немножко выше. Потому что этот порядок начинается еще выше. Над мужем кто-то тоже есть. И кто там? Это есть Бог, Иисус Христос. И я знаю, что много проблем в семьях только потому, что нарушен Божий принцип. И Божий принцип устройства брака и устройства семьи. Может быть, не только я и вы видели эти семьи, где не только жена, но даже дети. Они являются негласными или гласными лидерами своей семьи. А кто такой лидер? Лидер – это тот личность, это тот человек, которому есть как бы вся ответственность. Или кто имеет право последнего или решающего слова. И может быть, наши дети, они не всегда несут ответственность, но вот проявляя свою волю, они часто это любят. И бывает, этим детям может быть всего 10 лет, может быть 15, может быть больше. Но на самом деле, если вы будете очень внимательны, вы можете обнаружить такие семьи, где дети на самом деле контролируют всю семью. И они навязывают свою волю. И иногда это делают через капризы, через плач, иногда через... Это обычно начинается в младшем возрасте. Но потом оно переходит в то, что они просто говорят, что нужно делать. Будет так или иначе. И я знаю, что этим нарушается Божий принцип устройства дома. И этим вся семья, особенно это дети, они сами себя лишают Божьей благословений. Потому что это не Божий принцип устройства, это не Божий порядок. Поэтому Бог благословляет свой порядок. Бог благословляет свой принцип. И сегодня вопрос, который я хотел бы задать себе и вам. Кто в нашем доме хозяин? Кто в твоем доме хозяин? Кто в моем доме хозяин? И я знаю, что это не праздный вопрос. Потому что от этого вопроса, и от ответа, вернее, этот вопрос, зависит твое и мое благословение. живет ли Иисус в твоем и моем сердце? Живет и в нашем, и в твоем и моем доме. Я знаю, что был успешный царь, и этот царь, его имя было Давид. И его государство было особенно успешным и благословенным во всех отношениях. И не знаю, или вы задавались целью или мыслью, почему именно он был настолько успешным и благословенным. Его царство было настолько успешным и благословенным. Я думаю, что основная причина, почему он имел огромные успехи и благословения, потому что при всем своем высоте положения, при всем своем авторитете, при всей своей власти, при всем царском звании, который имел, при том, что даже многие люди, они воспевали его в своих песнях и своих гимнах, он всегда стоял свои колени и говорил, Господь, Ты царь Израиля. Он говорил, Господь, Ты есть истинный Бог, и Ты есть истинный царь Израиля. Я знаю, что одна из причин, почему мы часто терпим неудачу в наших домах, в наших семьях. Потому что мы думаем, что мы являемся царями. Потому что мы, потому что я сказал с самого начала, лидер – это тот, или хозяин – это тот, который несет всю ответственность и имеет последнее решающее слово. И если даже я, как муж и как отец, взвалил на себя всю ответственность, я не говорю, что есть функции, которые я не должен перекладывать на кого-то, но если я взвалил, я думаю, что я самый большой человек в своем доме, в своем семье, это то, что лишает Бога возможности благословлять мой дом и мою семью. Потому что я хочу, чтобы в моей доме, в моем семье был Бог хозяином моего дома. Он был лидером моей семьи. Я знаю, потому что через этот период благословения. И я знаю, что, может быть, многие мужья, и, может, я это иногда делаю, не знаю, может, жена об этом больше знает. Может, мы часто боремся за свой авторитет. И мы хотим сказать, мы их здесь главные. Мы есть те, кто имеем право принимать главное решение. Мы те, кто расскажет, и так будет на самом деле. И по отношению с женой это может быть и правильно. Но, и сын, и детей. Но Слово Божие говорит, что наш авторитет заключается в том, в нашем подчинении высшему авторитету, которым является сам Иисус Христос. Вы помните, когда пришел один человек, он был сотник, и его, удивительный сотник, он сказал Иисусу, Иисус, мой слуга больной. И он готов, Иисус, был идти в его дом. Но он сказал, ты знаешь, Иисус, я недостойный, что вошел в покров моего дома. Скажи только слово. И он сказал, я подвластный человек. Но я даю приказание одному человеку, иди, и он идет, принеси, и он приносит. Поэтому, скажи слово, это будет достаточно. Вы знаете, что здесь открывается очень сильный принцип власти и подчинения. И этот принцип власти заключается в том, что только тот человек умеет подчинять себе других людей, кто сам умеет подчиняться высшему авторитету. Потому что единственная причина, почему его все остальные слушаются, потому что этому сотнику есть еще один командир, которому он подчиняется. И если этот командир сказал бы ему идти, он бы пошел бы и сделал то же самое. И он понимает этот принцип власти. Он говорит, Иисус, Твое слово будет достаточно сделать это. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли этот принцип власти в нашем доме, в нашей семье. Что только он, то есть Бог, он имеет полный авторитет в нашем доме, в полной семье. И если он на самом деле имеет полный контроль, полный авторитет, и он несет полную ответственность, имеет полное право на наш дом, на нашу семью, как вы думаете, какой это будет дом, какой это будет царство, какое это будет благословение? И может быть, одна из причин, почему мы часто терпели неудачу в нашей семейной жизни, только потому, что он по-настоящему еще никогда не был лидером Твоей и малей семьи. Он, может быть, был присутствием в Твоем доме, он был приглашенным, он был, может быть, участником Твоего, каких-то решений Твоих проблем, и когда вам трудно будет, он говорит, Господь, помоги мне в этом, Господь, помоги мне в этом, мне здесь проблемы, мне здесь проблемы. И Бог это делал по Своей милой, Своей любви. Но это не самое большое, что ты и я могу сделать в своей жизни для себя личной, для своей жены, для своих детей. Можешь делать еще много больше. Ты можешь сам лично стать под Божий авторитет, под Его власть и сказать, Господь, я только под власть на Тебе, человек. Я хочу делать только то, что Ты скажешь в моей жизни. Я не хочу ошибаться. Я не хочу делать то, что будет плохо для меня, лично для моей семьи. Но я хочу исполнить Твою волю в своем доме и в своей семье. Я подчиняюсь Тебе. Я знаю, что Божий мир и порядок придет в этот дом. И Божий авторитет придет в этот дом и семью. И я хотел бы спросить, Жон, как вы думаете, легко ли подчиняться такому мужу, который подчиняется Иисусу Христу? Намного легче, правда же? Но это вас не извиняет, если даже вам кажется, он это не делает. Это не дает вам права ему не подчиняться. Но когда нарушается Божий принцип, в доме, в семье, то приходит неустройство, то приходит хаос, то приходят другие проблемы. И я думаю, что одна из причин, может быть, почему не всегда жены, или часто, может быть, не знаю, как у кого получается, не слушать своих мужей, потому что, может быть, мужья не подчиняются своей голове Иисусу Христу, исполнять Его волю в своей жизни. Может быть, дети, вас не всегда слушаются, в том числе, ваши жены, не всегда слушаются ваши дети. Может быть, по основной причине, потому что вы не научились по-настоящему и полностью подчиняться своим мужьям. Только тогда, когда вы по-настоящему полностью будете признать на собой авторитет своего мужа, только по-настоящему, это авторитет придет на вашу жизнь, на ваше положение, и вы по-настоящему будете иметь авторитет для своих детей, и только по-настоящему будут подчиняться дети вам, когда будет Божий принцип, Божий порядок и Божие устройство. И я знаю, что Бог желает это сделать. И Он желал сделать это в доме из Ахея. Но, вы знаете, только наше нежелание и наше неверие, оно может быть препятствием для того, чтобы Бог стал тем, кем он должен быть в нашей доме. И я знаю, что у нас может быть разный уровень отношения с Богом. И у Захея был свой уровень отношения с Богом. И он начал только с того, что он сначала только знал о Нем. Вы помните, он слышал о Иисусе. Но когда он слышал о Иисусе, он не захотел, чтобы его отношения, они остались на этом уровне. Но что он захотел дальше? Он захотел его видеть. И когда он его видел, и его отношения не становились на этом уровне, он принял его в своем доме. И, может быть, и сегодня наше христианство заключается в том, что вы просто много слышали или много знаем о Иисусе. Может быть, мы его никогда не видели. А может быть, даже он никогда не был в нашем доме. Может быть, никогда не был в нашем сердце. Может быть, никогда не был в нашей семье. но сегодня я хочу, чтобы мы все понимали нашу ответственность и в том числе нашу привилегию что сегодня время и место когда мы можем не только о нем слышать но мы можем иметь личную встречу с Ним на этом месте потому что Он здесь на этом месте присутствует Он здесь на этом месте мы об этом говорили и мы это утверждали нашими словами и Он на самом деле вместе здесь но ты можешь не только с Ним встречаться здесь на этом месте, но сегодня домой ты можешь вместе пойти с Ним потому что ты можешь произвести Его в Своем Молисе и говорит, Господь, я не хочу просто о Тебе слышать и этим быть довольным. Я не хочу просто встречаться здесь, в церкви, когда я прихожу в воскресенье утром, но я хочу быть с Тобой всегда и везде. Я хочу, чтобы Ты был в моем доме, чтобы Ты царствовал в моем доме, чтобы Бог ослаблял мой дом, и Ты совершал свои перемены в моей жизни. И это он сделал Захеем. И когда он увидел его, он сказал такие слова, Захей, сойди скорее, слезай скорее. И сегодня я хочу эти слова повторить для тебя и для себя. Господь ищет встречи с Тобою. Господь хочет быть в твоем доме. И он сегодня говорит такие слова, ему, или он говорит, мне надобно быть в твоем доме. Хотя на самом деле это мне надобно, это ты нуждаешься в нем, это я нуждаюсь в нем. Не потому, что Иисус в чем-то нуждается, но Он желает благословить тебя и меня. Он желает привести свое благословение твое и мой дом. Он желает привести свои перемены. И у Захея был этот шанс. И как мы, читающие Иван, мы знаем, это был единственный шанс в его жизни. Это был последний момент, когда Он мог это сделать, когда Он мог увидеть Иисуса, когда Он мог привести свою жизнь, потому что Иисус больше никогда больше не был в этом городе Ерехон. И я не знаю, но может и сегодня у кого-то, у вас всех есть шанс, у меня есть шанс, но у кого-то, может быть, это последний шанс, сказать, Господь, вводи в мой дом, вводи в мою семью, вводи в мои обстоятельства и соверши свои перемены. Я знаю, что мы нуждаемся в нем. И, может быть, мы многие вещи пытались сделать своими силами, менять свой характер, свое поведение, свои слова, свои какие-то обстоятельства в жизни. И, может быть, это нам не всегда получалось. И мы, может, даже в чем-то были разочарованы, потому что мы, кажется, сделали уже все то, что мы могли сделать, и у нас все равно ничего не получилось. Но есть то, что, может быть, ты еще не сделал. Есть то, что, может, я еще не сделал. Это то, что мы можем дать право тому, кто может сделать все. Это наш Бог, это наш Иисус Христос. Потому что Он может сделать все. И когда приходит Он в нашу жизнь, когда приходят наши обстоятельства, Когда Он приходит в нашу семью, Он имеет полноту возможностей. И когда Он получает эту полноту возможностей, Он совершает то, что нужно сделать. И Он делает это для Твоего Ему блага. И это время и место. И мы сейчас будем молиться. И вы знаете, одно очень чудесное место, которое все, даже дети, знают. Это стих из книги Откровения. Это 3 глава, это стих, где Господь говорит такие слова. «Все стою в двери и стучу, и кто услышит голос Мой? И отвори дверь, к тому я войду, и буду вечерей с Ним, и Он со мною». И сегодня я верю, что Бог, Он стучит в Твое и Мое сердце. И Его желание, которое Он сказал Захею, это не только по отношению к Захею, но это по отношению каждого из нас. Он желает быть в Твоем Моем сердце. Он желает быть в Твоем и Моем доме. Он желает быть в Твоей и Моей семье. Потому что туда, куда приходит Он, приходит мир, приходит благословение, туда приходит покой. Приходит участие, приходит разрешение многих проблем. И Он сегодня предлагает сам себя. Он не ждет даже, пока ты начнешь двигаться навстречу Ему. Он первый делает шаг. Он говорит, не надо быть в Твоем доме. Он говорит, я стою и стучу Твое сердце. И сегодня от Тебя и от меня зависит, открой это сердце. Открой свое сердце. Господь, войди в Мое сердце. Не только в Моем сердце, но всю жизнь. Все мои обстоятельства. Все мои сильные и слабые стороны в моей жизни. Я доверяю Тебе. И я знаю, что Бог, придя, Он совершит свою работу. И я знаю, мы можем это сделать прямо в этой молитве. Но пускай это будет осознанная молитва. Пускай это будут слова осознанной нашей молитвы. Когда мы скажем, Господь, я даю Тебе полное право. Я подчиняюсь Тебе. С этого дня я желаю Твою волю в моей жизни. Я желаю быть подвластной Тебе во всех своих вопросах. И то, что касается мужа. А то, что касается жены. Вы должны сегодня принять решение, которое вы, может быть, давали свое обещание, когда вы вступали в брачные отношения с вашим мужем. Что вы будете подчиняться своим мужем во всем. И я знаю, что это предупреждение в вашу жизнь и в ваше отношение с вашим мужем, с вашими детьми. И в этой молитве мы дадим право Богу пособинному иметь полное право в нашей жизни, в нашем доме, в наших обстоятельствах. И вы знаете, если мы действительно готовы к этому, потому что его приход, я уверен, он принесет перемен в нашу жизнь. И если вы хотите перемен от него, то вы можете смело сказать в этой молитве. Вы знаете, что еще я только одну мысль хочу сказать перед нашей молитвой. Вы помните, когда Иисус вошел в свой храм, то, что он имел право назвать, это дом моего отца, это мой дом. И вы знаете, что там сделал? Он начал кое-что-то менять. Он многие вещи начал прокидывать. Он многие вещи начал просто изгонять. Согласны ли, чтобы он пришел в ваш дом и навел свой божественный порядок? Но, может, многие вещи нужно будет опрокинуть. Но, может, вещи нужно будет просто изнать нашего дома. Потому что многие вещи, может быть, мы просто свыклись с этим. Может, нам устраивает жить с каким-то беспорядком. Нас устраивает жить с какими-то, может быть, греховными привычками. Нас устраивает, может, жить с некоторыми проблемами в нашей доме, в нашей семье, в наших отношениях, с какими-то скандалами. Мы же привыкли, это устраивает нас. Может, с некоторыми болезнями мы уже свыклись, и это устраивает нас. Но я знаю, когда Господь придет в твой и мой дом по-настоящему, И если мы дадим Ему полное право для этого Он начнет делать свои перемены И все, что делает Бог Все перемены от Него Это благо для нас Если они даже бывают для нас Может быть непривычными Если они бывают даже болезными Но все, что делает Бог в твоей и моей жизни Это для блага твоею и моего Потому что все то, что приходит от Него Это Он является источником Всякого только доброго даяния И Он желает благословить и тебя, и меня Поэтому в этой молитве Скажи, Господь Я разрешаю тебе навести свой порядок в моем доме Уберите все вещи, которые ты мне укаешь Я уберу Потому что я подчиняюсь твоей воле этому слову Если Бог действительно укашет вам На многие моменты вашей жизни То сделайте то, что Он скажет вам И позвольте Ему это сделать Перемены в вашей жизни Потому что сегодня Ему нужно быть в доме вашем Сегодня нужно быть в моем доме И не думайте, что Да, я знаю, что Ему нужно Но мне стыдно Его пригласить в свой дом Потому что у меня столько беспорядка Столько хаоса Столько неустройства И с детьми, и с женой Мне стыдно, чтобы Иисус вошел в мой дом Но я думаю, что ты и я уже Разочаровался в своих силах, способностях И не все подается твоему авторитету Но Он есть высший авторитет Он есть высшая власть Он есть высшая сила И я знаю, что когда Он придет То Он сделает то, что ты не смог сделать То, что я не смог сделать Но Он может сделать то, что может только Он сделать И Он желает это сделать для твоего блага Поэтому не жди следующего момента Но приди к Нему такой, как ты есть И скажи, Господь, приди к Нему сегодня Не завтра, не послезавтра, не через год Но сегодня приди в мой дом И начни царствовать в моем доме Начни руководить моим домом А я твой слуга Я желаю исполнить твою волю в своей жизни Потому что когда Он приходит И Он сказал такие слова Закею Которые Он желает сказать тебе и мне сегодня Он сказал, что ныне пришло спасение дому всему Потому что Иоанн сын Авраама И единственная причина, почему Иисус сказал Ныне пришло Потому что когда Он сказал Закею Что мне ныне нужно быть в доме твоем Он радостью принял его в свой дом И под это Иисус сказал Ныне пришло спасение в дом его Хотел ли ты услышать сегодня эти слова Свой дом, свой адрес Свою семью, свои обстоятельства Что ныне пришло спасение Это значение сбавления Это решение проблем Это решение вопросов вечной жизни Это решение всех вопросов Если желаю сегодня услышать этот ответ Господь сказал твой и мой адрес, что ныне пришло спасение. Ты должен сказать, сегодня, Господь, не завтра, но ныне, Господь, войди в мой дом, в мою семью, в мое сердце, в мои обстоятельства. И даже если у тебя нет проблем, и даже если у тебя все нормально в доме, у меня нет каких-то особенных проблем. Тем более, позови его, чтобы их не было в твоем доме. Потому что, когда приходит Бог, приходит покровительство, приходит защита, когда приходит покров, его присутствие. Поэтому мы сейчас давайте все привстанем. И мы сейчас будем молиться. И в этой молитве мы скажем, Господь, мы желаем, чтобы не только я, но весь мой дом, мы служили Тебе. Давайте мы повторим эти слова вместе. Я и мой дом, мы будем служить Тебе. Это, думаю, не просто слова. Пускай это будет наше решение, пускай это будет расповедание. И в этой молитве, прежде всего, я хотел бы вместе с вами вам предложить такую молитву. Может быть, нам нужно покаяться в чем-то. И прежде всего, и я, в том числе, хочу покаяться в том, что не всегда я давал полное право Богу совершать свою работу в своем доме, в своей семье. Иногда я думал, что я главный в своей семье. Иногда я думал, что я все решаю. И многие другие вещи я делал ошибки в своей жизни. Но сегодня я хочу вместе с вами против любого прощения за это. Я хочу вместе с вами дать ему полное право и законное право занять лидером в своей семье, подчиниться его авторитету. И сказать, Господь, я Твой слуга. Я хочу исполнить Твою волю. Я хочу исполнить свое задание, как мужа и отца в своем доме, в своей семье. Но я буду это делать просто только тогда, когда я буду подчиняться Тебе. Поэтому я хочу сейчас вместе с вами, Господь, Ты мой слуга, Господин, Ты мой царь, Ты мой владыка. Давайте мы придем к нему и будем молиться сейчас. Я хочу сказать, Господь, 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 Господь. Я хочу сказать, Господь, Господь, Господь. Господь, Господь, Господь. Господь, Господь, Господи, Господь. Господь, мы стоим перед Тобой сейчас, и Ты знаешь каждого из нас, Господь. Ты знаешь наши дома, наши семьи, наших жен, наших мужей, наших детей, Господь. И Господь, Ты знаешь все наши проблемы, все наши неудачи, Господь. И я знаю, Господь, Ты хочешь сегодня войти в каждый дом. Это то слово, которое сказал в нашей церкви для каждого из нас, Господь. Что Ты хочешь быть в каждом доме, Господь. Ты хочешь быть в каждой семье, Господь. Потому что, Господь, Ты видишь и понимаешь, что мы не сможем это сделать без Тебя. Мы не сможем благословить нашу семью, мы не сможем устроить наш дом, Господь, без Тебя. Без Тебя ничего невозможно сделать, и мы не хотим делать ничего без Тебя, Господь. Но с Тобой мы можем сделать все, Господь. Поэтому все право для Тебя, Господь. И мы желаем исполнить Твою волю в нашем доме, в нашей семье, Господь, и сегодня, Господь, опять и опять, Господь, перед всей церковью, перед всей духовным миром, я говорю, Господь, Ты нужен мне, Господь, Ты нужен в моей доме, Господь, я прошу Тебя, Господь, ставь Твою в доме, Господь, руководи моим домом, моей семьей, Господь, руководи мною, Господь, я желаю исполнить Твою волю в своем доме, в своей семье, Господь, я желаю подчиняться Тебе, Господь, я желаю подчиняться Тебе, Господь, я желаю поздавать Твою волю, Господь, чтобы исполнить ее в доме своем, в своем служении, Господь, потому что без Тебя нет смысла, Господь, из Тебя нет настоящего, без Тебя нет будущего, Господь. Поэтому благослови, Господь, каждого мужа, Господь, cheesy быть, Бог только несет годится, waking God и подчинится. тебе а какой дать от треть evaluated плюс из своей жизни господь и также близкин к споет научи них подшиняться своим родителям господь у через это благословение и в их жизнь, Господь, и придет, Господь, долголетие и всякие добрые даяния в их жизнь, Господь. Я знаю, Господь, Ты это хочешь сделать. Ты хочешь благословить наши дома, нашу церковь и все, все наши жизни, Господь. И Ты благословишь свой порядок, свое устройство, Господь. Поэтому благослови каждый дом, каждую семью, каждую мужа, каждую жену, Господь, каждую ребенку, Господь. И мы благословляем друг друга и власть Твоей, Господь. Во имя Иисуса, Господь, войди сегодня в каждый дом, Я приглашаю Тебя, мне дают право Тебе, Господь, войди и царство, Господь, войди и руководи, Господь, совершай Твой порядок, Твое устройство, Господь. И если оно не нравится Тебе, Господь, мы даем Тебе право, Господь, убрать это от нашего дома, нашей семьи, Господь. Но придет Твой мир и порядок, Твое устройство и Твое благословение, Господь. Во имя Иисуса, Господь, во имя Иисуса, Господь. Я знаю, Господь, я знаю, что сегодня, когда мы выйдем из этого дома, Господь, мы выйдем другими, Господь. Потому что Ты пойдешь вместе с нами, Господь. Потому что Ты пойдешь в наш дом, в наши обстоятельства, в наши работы, Господь. В наше окружение, Господь. Потому что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Потому что Ты нужен нам, Господь. Ты сказал эти слова, что Тебе нужно быть в нашем доме, Господь. Но сегодня мы понимаем, как мы нуждаемся, как Ты нужен нам, Господь. Ты нужен нам, Господь. Ты нужен в этой церкви, Господь. Ты нужен в нашем доме, Господь. Поэтому, Господь, Ты имеешь полное законное право, Господь, совершать Свою волю и в этой церкви, и в нашем доме, Господь. И я знаю, это самое высшее благословение, потому что Ты самый великий Бог, и Ты есть наш Бог, и Ты есть наш Ридер, и Ты есть наш руководитель, и Ты наш Господь, Господь. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твоё присутствие, за Твоё встречу с нами сегодня, Ты вместе, Господь. И я знаю, Господь, многие люди, они пришли, может быть, сюда только потому, чтобы просто увидеть Тебя и встретиться здесь с Тобою, просто услышать от Тебя Слово, Господь. Но я знаю, Господь, Ты хочешь сделать наставлено больше, Господь. Ты хочешь не только сказать что-то, но хоть Ты хочешь пойти с ними, Господь. Ты хочешь вовсе в их жизнь, Господь. Я прошу Тебя, Господь, Ты помоги мне сейчас помолиться именно об этих людях сейчас, Господь. И помолиться именно об этих людях, Господь. Они знают об Тебе, Господь. И они пришли, чтобы послушать проповедь, увидеть служение, Господь. Но я знаю, что ты можешь сделать не сравнительно больше, Господь. Ты можешь войти в их сердце, Господь. Ты можешь войти в их жизнь, Господь. Поэтому пускай тебе сердце сегодня будет отзывчиво этому стуку, Господь. И еще раз, еще раз, я прошу тебя, Господь, постучи в это сердце, Господь. Пускай тебе сердце будет отзывчиво. И рассказать, Господь, войти в мое дом, мое сердце. Ты мой Бог, ты мой царь. Я знаю, ты сотворишь чудесные перемены. Ты чудесную вещель, Господь, ты творишь в этом сердце, Господь, и да будет это так, во имя Твое, Господь, и пускай всякие напытки врага перенести это на следующий раз или сделать это на другой раз, Господь, а не быть безуспешной, Господь, потому что ныне есть, Господь, спасение, ныне Ты хочешь войти в этот дом, Господь, и ныне Ты хочешь благословить каждого человека, поэтому, Господь, да не уйдет никто с этого места, не получить Твоего благословения, Господь, никто не уйдет с этого места, Господь, с пустыми руками, Господь, и никто не уйдет сам без себя Господь но мы желаем пойти в свой дом вместе с тобой Господь приноси от твой авторитет Господь твое благословение Твой мир, Твое благословение в наши дома Господь в наши семьи Господь наши работы, наши бизнесы Господь потому что Ты пойдешь с нами и потому что мы таки силы и Ты сильный Бог и Ты будешь с нами Господь и мы благодарим Тебя за это за Тую привилегию Господь За Твою возможность, Господь, и за Твою гарантию, что Ты сказал, что Ты с нами во все дни до скачания века. И мы благодарим Тебя за это. И да будешь, Ты прославил наш Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Вы можете присесть еще на короткое время, потому что наше время пришло заканчивать служение. Я рад, что Бог сегодня не только был, Он еще есть на этом месте. Мы еще будем молиться, и Он будет участвовать в этой молитве. Поэтому, если у тебя есть, может быть, то, что хотел бы сказать сейчас Ему, и то, о чем Церковь хотела бы помолиться, вы можете сделать еще, и мы будем об этом молиться. Только перед этим я хочу делать некоторые объявления, которые важны для жизни нашей Церкви. У нас сегодня перед вечением, служением, как мы договорились, без пяти, пять. У нас будут занятия к водному крещению. Если кто-то еще не начал эти занятия посещать, потому что только начало этих занятий, вы еще можете прийти и присоединиться к этой группе, чтобы принять водное крещение. Поэтому без пяти, пять, вы можете прийти в церковь, у нас будут занятия к водному крещению. Вечерное служение у нас будет в пять часов вечера, в шесть вечера, извиняюсь, в шесть вечера. И у нас будет брат и гость проповедуют, будут другие проповеди. Поэтому мы вас приглашаем в Дом Божий вечером. Все репетиции, все служения. Порядка у нас есть. Не знаю, молодежь, пожалуйста, у нас есть объявление. Андрей, пожалуйста, по поводу молодежи. У нас вчера было две карваши. Слава Богу, мы собрали те деньги, которые мы ожидали собрать с карваши на кэмп. Это мы сделали. И еще просто остается у нас одна неделя купить тикет на кэмп. Последняя неделя. Мы уезжаем не в этот четверг, в следующий четверг, то как раз у нас будет там четыре дня, когда никто не сможет уже купить тикеты. В следующем воскресенье вечером будет последний шанс купить тикеты. Цена не поднимается. Такая же самая будет 55 долларов за тикет. Пожалуйста, если у вас есть вопросы какие-то, можете пойти ко мне, к Лисе или к Юре. Но билеты только у Лисы можно купить. Пожалуйста, поспешите. У нас уже за 30 человек. И мы думали так, 50 с чем-то будет максимум, чтобы не было очень много людей. То, пожалуйста, поспешите. Только одна неделя осталась. Хорошо. Вы всех принимаете, только молодых. Может быть, другие захотят к вам присоединиться. Там еще есть другие, может быть, здесь будет высвечено по поводу молодежных кемпов, подростковых кемпов, детских кемпов. Там у нас одни кемпы в этом году. Есть некоторые другие еще объявления или информация. Я знаю, что наши братья, вы знаете, уехали. Три наших пастыря, как Петр Владимирович. Они не планируют ехать вместе, но так получилось, что они улетели вместе. И Павел Цвор, и Андрей Челей. Они сейчас, они хотят, они должны быть и в других местах, и в Николаеве, и в Новой Каховке, и в других городах. Я даже не знаю, где они сейчас находятся, но я знаю, что у них все хорошо, и Бог благословляет. Их приезд является благословением для церкви. И я знаю, что, в том числе, и потому что мы о них молимся. Поэтому будем молиться сегодня, чтобы Бог и дальше употреблял их. Там они должны провести служение обновлений, или как энкаунтер мы называем. Поэтому пускай Бог и в этом их также употребит и благословит. Истики другие объявления, которые нужно было сказать или нужно, о чем молиться, потому что мы сейчас будем молиться. Я хочу зачитать некоторые записки. Есть такая записка. Чтобы мои друзья были ближе к Богу. Какая-то такая записка, помолитесь. Это хорошая записка, и мы будем молиться об этом. Есть также записка. Дорогая церковь, помолитесь за мою маму. Она сломала нос, и у нее пошло воспаление. И еще есть, просто как объявление, как ни молитва, просто есть, если кто-то будет ехать в штат Айдаха, есть просьба, если вы знаете, кто может быть ехать, чтобы подошли к сестре Версавии, там не нужно что-то передать. Может, кто-то будет ехать, пожалуйста, вы можете подойти, и послужить именно этим. Но я хотел бы при нашем выдаче еще спросить всех именинников, потому что я не помню, мы в прошлый раз предложили, но хочу, чтобы сегодня пришли сюда именинники. Давайте мы все встанем. Я знаю, что у нас есть именинники, и мы желаем также и вас благословить. Я вижу, уже некоторые идут, и вы не стесняетесь выходить. Павел тоже именинник, да? Мы рады всем именинникам. Есть молодые, маленькие, но я знаю, что один именинник есть у нас, это Власа Илья. Ему 65 лет сегодня, да, сколько? Правильная информация. Но я думаю, что в этом возрасте можно называть столько лет, особенно это есть почетно, может быть, даже. И мы всех вас благословляем. Здесь нет главного нашего лидера, проставления. Ну, мы можем спеть «Happy Birthday». Поздравляем тебя! Поздравляем тебя! Поздравляем, поздравляем, поздравляем тебя! Мы вас любим, мы вас поздравляем, и мы благословляем, и мы желаем эти слова сказать в этой молитве, правда же? Вы наши близкие, вы наши родные, и мы желаем каждого из вас благословить. Есть такой целый полукруг. Валя, у тебя тоже не рождение, да? Или у Макса? У тебя, да, Валя? Ну, мы были у тебя, правда, вспомнили. Хорошо, мы желаем благословить. У вас есть слова благословения этих людей? Если у вас есть слова благословения, тогда скажите в этой молитве. И ваши руки можете протянуть. И мы поможем за те нужды, которые были зачитаны. Давайте будем молиться, молимся. Господь, нам приятно быть здесь, потому что Ты здесь. Нам не было бы здесь никого смысла, если бы Ты не был здесь, Господь. Но мы счастливы, потому что Ты здесь, Господь. И мы благословляем наших друзей. Имени Твои, власть Твоей, Господь. Всяким небесным и земным Твоим благословением, Господь. На все сферы их жизни, Господь. На все эти обстоятельства. Да будет Твоя участие, Господь. В решении всех их вопросов, Господь. Потому что мы нуждаемся, и они нуждаются в Тебе, Господь. И я знаю, Господь, куда приходишь Ты, при этом благословении. Поэтому будь их пастырем, будь их вождем, Господь. Веди их на злашные пажите. Охраняй их, благословляй. Руководи их жизнью. И доведи до самого Царства Твоего, Господь. И употреби их для славы Твоей здесь, Господь. Мы также можем здесь записки за друзей, кто-то волнуется, Господь. Чтобы они стали ближе к Тебе, Господь. Постучись в этих сердцах, Господь. Побеспокой, Господь. Потому что сегодня еще время благоприятное. Сегодня мы еще можем прийти к Тебе, Господь. Поэтому помоги каждому воспользоваться этим шансом, этой возможностью, Господь. Мы также молимся за эту маму, которая имеет некоторые проблемы с ее здоровьем, Господь. Мы просим Твоего участия, Твое благословение, Господь. И Твое разрешение. Мы просим Тебя, Господь, окажи Твою милость и Твое благословение. Мы также молимся за наших братьев, пастырей, которые сегодня на Украине и других местах, Господь. За всех миссионеров, Твоих, Господь, и наши церкви, Господь. Мы их благословляем, их, их служение. И призываю Твою поддержку, Твое участие, Твое помазание. Твое, Господь, особое покровительство, Твою защиту, Твоя мудрость, твой авторитет, Господь. Я знаю, Господь, ты употребляешь их, но ты можешь сделать это еще более сильно, еще более славно для твоей славы, Господь. Поэтому сделай, Господь, это и благослови, Господь. И будем радоваться их не радостью, Господь, и поставлять его за это, Господь. Мы также молимся за лечение и служение, Господь. Я знаю, Господь, ты желаешь быть здесь, и ты будешь здесь вечером, Господь. И мы, Господь, просим тебя не о том, что ты был здесь, потому что, я знаю, ты будешь здесь по своему верному обещанию, Господь. Но мы просим о том, чтобы Ты действовал здесь сегодня, Господь. Чтобы Ты совершал свою победу, свою работу, свои перемены. Чтобы сегодня пришли те люди, которые нуждаются ответить о Тебя, Господь. Кто нуждается в помощи Тебя, Господь. Не потому, Господь, что, может быть, Ты в этом нуждается, Господь, но потому что они нуждаются. А Ты просто хочешь помочь им, Господь. Ты хочешь помочь нам, Господь. Ты хочешь благословить нас, Господь. И мы желаем, Господь, получить помощь от Тебя, Господь. И за все милости, за все благословения, и за этот день, Господь, это возможность мы будем ставить тебя господь бог вся слава тебе господь все все благодарение все честь господа снова тебе славы мы всем обязаны тебе господь всем мы из пути паза тебе прошу все тебя господь и все от тебя ты источник всякого доброго таяния и выводите за это ты будешь ты просто наш бог отец и дух святой аминь благодать господа нашего иисуса христа